привет друзья сегодня я покажу вам процесс работы над портретом акрилом кота это гарфилд у меня видите такая солнечная красивая фотография я покажу сам референс как она выглядит здесь кусочек я уже сделала во первых я сделала такой подмалевок фона акрилом скорее всего после того как я завершу самого кота я сделаю фон маслом у меня есть водорастворимое масло часто им делаю именно фон она довольно быстро сохнет я делаю тоненький слой и потом когда уже вся работа завершена у меня получается сам кот акриловый нам потому что акрил сохнет быстрее я могу сделать больше детали мне это удобно потом добавляю такой мягкий мягкий фон маслом иногда делаю даже усы маслом дополнительно потому что акрил идет первым слоем масло вторым то есть наоборот делать нельзя да нельзя рисовать акрилом по масло маслом масляными красками по акрилу можно потом несколько дней когда все завершено я покрываю обычным лаком для акрила либо бывает лак который подходит и для масляных и для акриловых красок такой в спрее и у меня ровная поверхность получается и неотличимо что один участок сделан там одним материалом до другой другим давайте будем продолжать продолжать вместе тут может быть самый интересный как раз момент будет поэтому я хочу его вам показать ушки лоб почти сделаны нос там почти тоже каких-нибудь бликов не еще нужно будет добавить сейчас он темноват давайте мы с вами сделаем сегодня глаза ну что успеем да потому что работа очень долго конечно ведется то есть это много часов все там сто пятьсот часов наверное нет смысла показывать да это будет прям действительно много ну вот сколько у нас получится кусочек я вам сегодня покажу тем более было вроде интересно до этого помните было видео где мы рисовали кошку в таком розовом халате акрилом тоже про акрил с вами говорили про кисти и было полезно я думаю этот урок тоже поэтому должен понравиться и параллельно немножечко про акрил поговорим потому что планирую я все-таки сейчас добить все дела все заказы которые прям супер срочные сейчас и высвободить окно записать небольшой курс по акрилу по материалам такой понятный базовый да что как рисовать чтобы если вы никогда этим не занимались или просто начинаете то вы знали с чего начать потому что конечно у меня больше опыт работы именно с пастелью акрил чуть позже пришел когда мне стал интересен и когда я поняла что именно с ним можно такую классную детализацию сделать поступают запросы и поэтому сегодня считайте будет такое промо а потом запишу и буду предлагать вам курс прям от начала до конца чтобы все по материалам тоже было понятно потому что всего не охватить до сразу поэтому повторю здесь будет такой кусочек я подготавливаю краски пока у меня это маленькие такие смешные тюбики это амстердам амстердам они очень прикольные до маленькие почему я беру потому что можно взять много оттенков которые будут похожи между собой я брала по моему тогда еще на джексонсе набор из разных вот таких похожих ну как похожих просто в одной гамме до плюс-минус оттенков и они очень здорово работают но на самом деле я знаю многие любят именно амстердам я поняла что я люблю знаете что я люблю campus то есть могу стать амбассадором кампуса теоретически потому что знаете если акрил у амстердама он такой можно сказать немножечко жиденький все таки да то у кампуса он очень плотный и белый цвет вот такой это просто вау то есть он покрывает очень очень здорово даже немножко вот такого акрила в перемешку с водой и получается нанесение очень такое четко плотно если а тот же белый где-то у меня было белый амстердам если он амстердам такой немножечко жиденький как бы вот этот очень очень плотный то есть ощущение что сам пигмент который находится в краске он как будто более такой пигментированный что ли более стойки более плотный поэтому прям вау и вот этот белый тоже классно мешать с другими цветами с более темными например да если у вас есть какой-то коричневый вы туда добавляете белый вы получаете нужный вам оттенок то есть он обогащает делает как-то более плотнее и остальные цвета тоже так я смотрю сейчас просто достаточно ли светло потому что солнце уходит заходит если приходит то светит бликами сюда поэтому часть там я где окошко прикрыла так эти я добавила давайте мы еще парочку коричневых добавим коричневые у меня такие на самом деле очень обычные это был брауберг брауберку ну такой бюджетный да скажем акрил такой набор у меня был мне как-то хотелось взять вот таких вот малышей в принципе они нормальные единственное в чем разница да и вообще как бы да мы скажем в чем разница акрила какая разница один или другой по сути да конечно они похожи но отличие состоит вот в этой документации на которая вот в кампусе есть например брауберг они они нормальные просто не знаете очень такие глянцевые слишком глянцево блестящие мне кажется это отличает весь недорогой акрил в том числе и там какой-нибудь вот сонет да например сонет тоже нормальный по сути не будет никакой разницы чем вы напишите работу на там ладоги на сонете или на амстердаме это будет скорее вопрос вашего комфорта при работе но а это тоже все-таки имеет значение кстати вот такой давайте что-то не использовалась у меня до этого зеленоватый немножко но не зеленоватый охара такая прям где-то мне сюда подойдет я сейчас по привычке что-то добавляю все как для шерсти это я еще добавляю много для видео чтобы было красиво обычно это бывает я стараюсь примут минимально простыми средствами все делать это привычка наверное еще с художественной школы когда у тебя там три цвета грубо говоря ты должен с ними сделать всю работу из банки добавлю я иногда просто туда в эту банку залезаю на сейчас чтобы было как-то все это поприличнее 100 лет у меня уже вот этой банки это это что это это такой марс коричневый светлый на самом деле очень неплохой он для для шерсти рыжих котов потому что цвет приятный это таир тоже они супер дешевые такая банка надолго хватает в этом есть плюс покупок конечно больших красочек по размеру но если вы будете знать что вы ими пользуетесь и при этом главное хорошо закрывать потому что опять же акрил очень быстро засыхает давайте посмотрим еще что мне нужно нужно что-то зеленое возьмем вот такой вот темно-зеленый травяная она у брауберга называется пускай будет это даже много на самом деле я выдавливаю по сути этого мне хватит могу вот с лимоном вот таким мешать с амстердамом он тоже прям вот неплохой но опять же все равно жиденький но не рисуют давайте добавим еще какой-нибудь зеленый сейчас поярче хотите покажу как все это выглядит тут может быть кошачья шерсть внутри не обращайте внимание это все из-за того что не два кота и они везде вот то есть эта часть еще там у меня разбросано все по столу немножко часть вот таких вот красок акриловых здесь всякое разное что-то закончено что-то незаконченное из интересного давайте сейчас быстренько расскажу и начнем уже рисовать чтобы я вас не мучила мне понравились вот такие вещи иногда покупаю это тоже по сути как бы акрил но считается краска для витража акриловая черная она очень жидкая очень глянцевая и она очень черная это здорово для участков каких-то зрачков например если у вас большие крупные там кошачьи зрачки но либо что-то другое и они получаются прям такие черные черные глянцевые добавить вот немножко такого черного в обычную то есть она прям действительно блестит нам дает прям цвет очень очень плотный бывает черный знаете такой разбеленный как с беленьким неяркий вот она дает такие классные вещи просто вот решил попробовать им иногда интересно что-то такое ну необычное добавить это металлик тоже вообще классный золотой даже вам его покажу я использовал у меня была работа буду монтировать видео прикреплю постараюсь рисовала конфеты вот такой золотой обладки тоже портрет кота был гуру кота зовут и там были вот такие вот золотые золотые конфеты в общем классно блестит люблю все такое золотое где вот нужно это добавить бывают какие-то детальки смотрятся здорово здесь у нас такого в принципе не нужно но иногда можно добавлять вот такие вот золотые блестящие вещи вот такой вот даже у меня есть золотой акрил кампус кстати тоже можем сейчас попробовать он просто чуть менее блестящий нам подойдет дает чуть чуть больше такого блеска и свечения краскам если вы добавляете его в какой-то цвет похожий по тону например там вот в этот охристы да или в этот вот что такое давайте добавлю ее ради эксперимента просто вам покажу чтобы вот кто не знает что можно так делать чтобы было представление зеленый зеленый яркий мы хотели кстати тоже такой лайфхак бывают вот у меня оставались от росписи всяких деревянных штук еще сто лет назад вот такие вот контурами синий красный и есть еще есть еще зеленый вот то есть то же самое опять же в чем плюс акрил можно практически за из разных целей использовать и добавлять в работу давайте его чуть-чуть как раз мы добавим и смысл точно такой же как и у акрила в баночке состав примерно одинаковый до бывают там чуть-чуть разная формула потому что ну разная направленность у краски и вот у них такой кончик это для того чтобы делать такую точечную роспись я вот какие-то коробочки дело там яйца всяких москальные расписывал был у меня такой момент вот давайте начнем тогда палитры у меня такая тарелочка служит я обычно кладу какую-нибудь влажную салфетку чтобы чуть-чуть если что краски убирать на нее чашка с водой и все о кистям последнее время мне нравится вот такая вот вам покажу сейчас это рублев рублева принципе все кисти неплохие они недорогие и ну если что как бы не жалко но служит они хорошо пока служит это десяточка получается ой десятка четверка сюда смотрю круглая имитация белки то есть прям как белка но не она поэтому можно работать с акрилом обычные кисти натуральные будут быстрее изнашиваться и повреждаться потому что приятно конечно дописать колонком или там белочкой той же ну колонком наверное все таки еще приятнее он чуть более такой плотненький потверже в общем смысл в том что она дает нам цвет наносит цвет довольно плотно и у нее есть тонкий кончик поэтому можно делать тонкие детали можно делать толстые детали вот этот аир видите который по цвету мне нравится он засыхает поэтому он такой прям густой густой немножечко засохший его нужно разминать но я до использую обязательно эту краску потому что она прям как-то но по цвету очень много где мне нужно подходит вот этот рыжий оттенок для многих моментов а вот давайте рядом с глазками немножко я пройдусь доделаю то что у меня не доделано из такого сложного в в этом именно портрете цвета получаются солнечные хочется взять просто яркий рыжий яркий желтый туда добавить но на самом деле как видите да принципе вот здесь котики я особо рыжих никаких не использовала прям ярко оранжевых я делала сочетание вот этого красноватого с разными желтыми вот такой сейчас я не добавила персиковый добавляла это получается от малевича вот такие краски мне кажется они как неплохой такой аналог амстердама наверное это будут они будут чуть дешевле по ценам да сейчас если смотреть мне кажется на мой взгляд они уступают все-таки кампусу потому что кампус прям я не пожалела что взяла тогда я взяла несколько вот таких вот больших тюбиков вот всяких да опять же таких оттенков еще для фона я их использую если делаю фон акрилом такое тоже бывает это то что я вам про масло рассказывала случае когда прям мягкости хочется добавить тогда да и вот эти разбеленные оттенки уже готовы они в принципе все неплохие потому что это немножечко нам процесс делает быстрее облегчает нам жизнь потому что эффект если вы сами смешиваете краски вы можете добиться такого же эффекта просто это немножко экономит нам время и получается процесс более такой легкий чтобы не мучиться особо сильно это раньше знаете нужно было прям ну и когда нас обучали там тоже школе все это ты берешь обязательно из чистых цветов все это смешиваешь не используешь какие-то уже готовые особенно в масле что это неправильно ну как рилу тоже можно все это добавить но сейчас мне кажется почему бы не да если уже есть готовый какой-то персиковый цвет вы его используете и все то есть шерсть у меня вот идет вот таким образом я делаю по несколько заходов понятное дело изначально стараюсь продумать да то есть первый слой я сделала он у меня высох потом я перехожу к другому куску так как слои у меня небольшие да поэтому я могу довольно быстро сделать именно там один кусок то есть я здесь чуть-чуть поработала ушла сюда здесь что-то по делу меня уже там под глазиком этот слой высох и я могу снова к нему вернуться вот это вот большая кисточка ну относительно большая четверка просто за счет того что она круглая она еще довольно мягкая удерживает относительно большое количество краски на себе но в то же время при необходимости я могу сделать вот такие вот тонкие штришочки и не обязательно переходить на какую-то более тонкую кисть на вот такую например это единичка сан это синтетика недавно покупала они бывают там быстро и засыхают и если там не мыть что-то с ними происходит но они прям очень недорого стоят поэтому принципе их не жалко для прорисовки нужно чтобы кончик был такой новенький свежий а не какой-то там потертый который не работает вот иногда нужно нужно прям единица для прорисовок и здесь я тоже везде использовала единица например 0 и двоечка может работать по завершающим слоям после того как мы сделали здесь основное поэтому сейчас тут небольшой кусочек под глазиком и сделаем потом наверное перейдем сюда сюда и там посмотрим как это пойдет самый один из самых сложных кусков вот для меня так точно это рядом с носиком потому что здесь нужно быть очень внимательным если можно на других кусках где-то там на ушах здесь на могу расслабиться там о чем-то подумать что-то параллельно посмотреть что-то еще то тут нужно вглядываться во все что здесь происходит потому что шерсть она меняет направление если вы здесь на носике она идет вверх маленькими штришками тут она начинает уже немножко поворачивать и даже если все штрихи мы с вами не показываем все равно нужно плюс-минус нам показывать направление если мы этого не сделаем то будет понятно что что-то там не то чтобы все было как нужно и портрет выглядел убедительным чтобы это был практически на фотография до чтобы это был фотореализм нам нужно следовать направлению две самые три даже скажем самые важные вещи о чем постоянно наверное да я говорю но это так и есть тут ничего не поделать от этого нам не уйти это чтобы был правильный тон я имею ввиду здесь темная да здесь светлое вы понимаете где у вас свет где блики что светлее всего что темнее всего чтобы был объем потом чтобы у вас был правильный цвет и чтобы направление шерсти тоже было верно кстати насчет света пока вы здесь делаю кусок желательно конечно при свете дня стараться но хотя бы при относительном свете писать акрилом из за того что он блестящий если совсем совсем вечером то очень отсвечивает и просто для глаз неудобно еще усложняет это на всю задачу когда обрести когда отсвечивает если работа с пастелью то неважно да по сути вы можете вечером рисовать никаких проблем здесь все-таки не комфортно но вот мне во всяком случае когда все это блестит все отсвечивает естественно я это делаю просто настраиваю как то лампы там меняю чтобы свет был но чтобы он был не прямой чтобы это все не блестела но бывает некомфортно для глаз потому что нужно еще больше усилий делать чтобы там все моментики увидеть здесь как раз вот с маленькой кисточкой с единичкой я сделаю те участки которые самые светлые где идут маленькие штришки которые как раз поворачивают они здесь лежат горизонтально немножечко их выделим тоже сложные участки вот эти где щечки потому что небольшие штрихи потому что каждая из вот этих полосок она имеет свое направление да то есть где-то они идут вниз в середине соответственно посередине потом наверх и вот это нужно все в идеале прописывать потом переходим вот сюда тоже добавлю более яркого чего-то красиво получается если смешивать вот такой какой-то с лимонный оттенок с персиковым он уже получается светлый такой немножко разбеленный но не уходит ни в одну не в другую сторону он не очень желтый да он не очень розовый потому что у рыжих котов все равно есть какой-то ну некоторых особенно бывает немножечко такой персиковый да какой-то розоватый оттенок на шерсти и с добавлением какого-то розового выглядит более натурально потому что прям вот супер супер желтый наверное не всегда нам стоит добавлять так и сразу то что я вижу вы здесь мы не хватает какого-то прям более насыщенного рыженького я смешаю это у меня сиена жжёная яркая такая красно-коричневая и вот этот вот светлый марс который таира но кстати он несмотря на то что сто лет этой банке он засыхает очень долго но я имею ввиду хранится нормально даже при моем не самом таком осторожном обращении в этом оставляю что-то забываю и прочее поэтому но в тюбике удобнее конечно но если вы знаете что краска у вас хорошо расходуются то можно брать и большую большую баночку при том они наверное но не наверное а получается выгоднее взять большой объем те же самые маленькие вот эти тюбики амстердама конечно это не очень выгодно особенно сейчас ты когда-то знаете прям по акции какой-то я покупала на джексонс еще много много времени назад тогда это было вроде бы ничего так ну что я думаю оставить здесь но я вижу да что вот это мне нужно будет доделывать я первый слой как и вот как массы да в принципе в акриле первый слой я стараюсь делать более темным для того чтобы потом иметь возможность добавить на него оттеночки светлее вот эту полоску например если мы берем коричневую я добавляю более светлый вот такой рыженький оттенок темный у меня по-прежнему там просвечивает уже появляется какой-то объем то есть вы заранее продумываете заранее то есть ставите самые темные участки и потом добавляете светлее светлее и вот с помощью таких манипуляций несложных получается объемчик и вам не нужно чередовать да например на работе темный светлый темный светлый потому что темный у вас уже лежит и с помощью светлого вы добавляете нужное количество вот этих штришочков сразу мы делаем и форму и цвет видите то есть сразу получаются штрихи пушистые и в то же время они остаются объемными потому что наверху видны вот эти светлые волоски я хоть и говорила вам да что буду маслом доделывать фон с одной стороны я выдумала может быть вот таким вот хаотичным его оставить но какой-то перфекционизм внутренний он говорит нет все должно быть идеально ровно поэтому обычно я и прихожу к этому иногда бывает что бывает что складывается как-то там какой-то ну в ванной грубо говоря фон да такой неоднородный я оставляю но все равно вот мне кажется нет нет надо надо еще с этим борюсь знаю как и многие тоже мне говорили что хочется прям вот максимально все это сделать но это тоже неплохо наверно в идеале конечно уметь и и так и так то я имею ввиду сделать и какой-то быстрый такой живой легкий рисунок тем же акрилом на такой очень образный очень быстро и там полчаса порисовали все классно все здорово готовая картина и иметь функцию делать 15 часов портрет кота ну конечно не обязательно это знаете тут это как бы сама происходит ничего с этим не поделать ну давайте оставим наверно наверно этот кусок потом все равно еще буду возвращаться возвращаться вот сюда до добавляем светлый поверх потому что правая сторона у меня светлая тут в завершении я могу добавлять уже белые даже какие-то чуть-чуть на верхушку и среди темного тоже если тоненький слой акрила мы наносим вот на той же темной полоске видно да я нанесла изначально он был более ярким вот этот коричневый марс он там был заметен ну а потом потом он становится темнее плотнее это характерно вообще для акрила особенно если вы с водичкой все это разводите то вода уходится и становится темнее и это значит что вот вот эти вот яркие участки которые сейчас они вроде бы таки свежие еще блестят когда они высохнут будут более плотными то есть рассчитывать на вот эти моменты и постепенно ввести работу это принципе неплохо не позволит сразу как-то накосячить и сделать супер белый на темном когда нам это не нужно что касается глазика меня кстати хоть фотка классная вот это но там подробностей не так много ну точнее разрешение такое средненькое скажем так но все равно я вижу что глаз идет вот такими пятнышками здесь я начну тоже с темного пока игнорирую зрачок вот я его наметила но бегу где-то закрашу это не страшно главное не потерять его полностью потом мы его будем восстанавливать и я вижу что идут у меня рисуночки вот эти полоски на самой радужке как бы расходится зрачка в стороны добавляю сначала темный коричневый потому что я хочу чтобы он у меня где-то светился а дальше я буду добавлять туда зеленый вот этот наш видите где маленький слой был где была маленькая толщина он уже там высыхает и что поделать про высыхание тоже вот это обязательно вам расскажу когда буду записывать курс потому что акрил конечно сохнет быстро это здорово но иногда нам нужно более долгое время высыхания есть всякие способы чтобы его увеличить потом на немножко опять же это тоже сами потом можете контролировать насколько нам это высыхание нужно увеличить вижу что здесь есть более такие яркие рыжие участки такие в красноватый где-то уходящие давайте возьмем вот такой вот такую сиену и чуть-чуть ее добавляю вот сюда где я вижу что там больше красного должно остаться сейчас он будет темнее темнее чем на самом деле конечно а потом мы все как шерстью будем добавлять туда уже светлые вот так сейчас прям конечно очень-очень темный такой глаз у нас карри получился будем теперь идти в сторону зеленого много я прям на радостях выдавил этого золотого но нормально кстати вот зеленым тоже будет неплохо он не будет давать какого-то блеска вообще металлики разные я их люблю они добавляют знаете какого-то такого благородства в смесях как будто усложняют и делают такой цвет который сложно угадать угадать что это такое то есть интересное сочетание бывают вот даже здесь видите он сделал такой теплый какой-то салатовый но разбеленный за счет вот этих частичек и покажу вам как это будет выглядеть вот так вот то есть ну где-то кстати у него чуть-чуть блеск остается на глазах иногда так делают почему бы нет просто чтобы было больше больше блеска такие хитрости можно сказать так ну ладно нам нужно на самом деле поярче всю эту историю поэтому добавляю туда желтый прям вот такой вот где-то лимонный он даже и сейчас осторожненько будем проходиться по участкам которые светлее сейчас постепенно все предыдущие слои там высыхают до слои небольшие поэтому я успеваю здесь где-то попасть и немножко перемешать этот цвет с предыдущими слоями а где-то он уже такой новенький ложится перекрывает и его не видно скажем так ну точнее не видно предыдущий слои видно именно последний слой сейчас я думаю нужно будет по желтейным что-то сделать этим цветом я добавлю такого блеска буду осветлять немножко и давайте еще несколько вот таких ярких а потом добавим желтенький вот охран там какой-нибудь а то он будет очень в холодной будет уходить из-за лимонного в принципе уже нормально да уже на глаз похоже более-менее теперь рядом со зрачком видите светлый участок часто бывает вокруг зрачков принципе вот идет такой тоненький тоненький светлый орел и его очень хорошо добавлять выделяют зрачок тоже добавляют такой живости натуралистичности всему изображению беру в чистом виде вот такую вот охру как она там кстати называется сейчас найду я не найду ну да охра желтая все все нормально все по классике да так и называется видите цветопередача здесь и здесь в жизни вообще да другая история но что сделать да зато брауберг они много где продаются везде прям на marketplace а на разных они есть цены бывают такие очень приятные можно взять много тюбиков по недорогой цене особенно если работаете периодически рисуете да тогда вообще нормально и вам не нужно огромные тюбы тубы по пол литра покупать взяли маленькие зато есть все цвета неплохо ну разные пробовать вообще классно вообще разные разные чтобы сравнивать поэтому посмотрю какие у меня но потом буду уже записывать покажу вам небольшой обзорчик по разным тоже акрилом потому что пока не разбираешься кажется все это одно и то тоже когда начинаешь углубляться понимаешь что это тоже отдельный мир просто как с пастелью сначала думаешь что это такое вообще сыпучая штука совершенно непонятная как это можно делать а потом думаешь вот ничего себе ну наверное как с любой областью правильно пока мы не вникаем то как-то не интересуемся непонятно потом начинаем разбираться и просто такие вау ничего себе посветлее еще капельку делаю вот такие прям бликовые яркие участки правая сторона у нас здесь посветлее тут кстати подумаем тут наверное черный я оставлю принципе нормально его сделала это вчера вечером ночная была подготовка скажем так я конечно думала что естественно все успею все прям как всегда но никогда так не получается чтобы прям план совпал чуть-чуть свечение снизу добавим и тут можно даже себе позволить такую сделать тонкую полоску именно по форме самого глазика светящуюся тем самым подчеркнуть глаз чтобы было понятно где он там вообще закончился именно радужку да я имею ввиду такую такую светленькую блику еще чуть-чуть здесь снизу яркость и это пока что мы оставляем здесь все нормально теперь теперь давайте мы ой кстати черный я не добавила нам да давайте сделаем зрачок с черным мне много не надо поэтому беру прям вот вот отсюда чуть-чуть немножко сделаем зрачок все должно у нас заиграть волшебным образом поэтому контрастные кстати вот такие работы очень очень здорово смотрится можно сделать эффектно все за счет вот этих контрастов кстати раз у меня кисточка в черном это тоже будет относиться к нашему глазику я добавлю вот таких вот затемнений среди шерсти над глазом чтобы больше вот этот поворот показать этот участок он не должен быть плоским он должен быть объемным и должно быть понятно что здесь шерсть поворачивает вот здесь что идет такая вот бровка и потом она поворачивает глазику несколько затемнений среди светлых тоже это будет нам показывать объемчик шерсти что она не плоская да что там есть много слоев глубина тут у меня тоже до конца еще не доделанный кусок здесь я его еще проработаю нос в принципе почти у меня он был готов только не хватало где-то затемнений прям глубины и вот этого . помните каждый раз прям когда рисуем эти вещи про нее говорю вот здесь где на носике встречается шерсть шерстью так вот поворачивает поворачивает маленькими маленькими штришочками и идет вот сюда в эту точку поэтому тут можно добавить несколько таких углублений на самые темные участки то есть уже темные которые у меня там есть я делаю еще темнее получается больше глубины немножко вот так вот сделаем это у меня вроде бы нормально потом можно чуть-чуть еще где-то но это знаете уже такие про мелочи глубины вот здесь принципе без этого обойтись можно нового раз уж я с этим цветом с похожим то я его сюда добавлю и давайте посмотрим то же самое можно здесь чуть-чуть углубить немножко потому что так я вот сюда тень добавила она может быть еще чуть плотнее и она бы кстати на правом глазике видите она более темная прям более плотно сейчас сверху посмотрю как мой глаз выглядит так но нормально вроде все похоже давайте блик давайте сделаем блик цвет у нас здесь освещение естественная до фотография то есть при свете из окошка сделано это значит что где-то могут быть такие сильненькие голубенькие моменты в бликах добавляю чуть-чуть посмотрим жив он или нет у меня этот контур синий мне кажется он там уже засох я иногда просто капельку вот этих контуров добавляю когда мне нужно просто там каплю цвета давайте возьмем вот этот какой он васильковый люблю вот эти цвета которые голубые в сторону фиолетового чуть-чуть нам просто нужна здесь капля вот так закрасить сначала блик полудны вот таким вот синеньким не пугаемся что он синий все нормально потом мы внутрь в него добавим белый я водичкой немножко распределяю этот цвет сейчас чтобы он чуть-чуть был более менее точнее концентрированный и мягче смотрелся он подсохнет и мы туда белый блик поставим давайте пока вот сделаем темные участки на этом глазике такая прям деликатная до работа но глаза делал приятно вот кажется что самое сложное глаза на самом деле нет глаза делать не сложно там все ясно с формы просто цветом красиво все заполняем вот эти участки там куда сложнее и менее наверное интересно в плане вот наглядности да если там записывать как вы будете делать поэтому глаз то наверное будет как-то повеселее и сразу давайте мы сделаем хитрость сделаем такой тон сразу потому что особо темных участков там нету там есть вот такая вот охра довольно яркое сочетание там понятное дело с зеленым зеленый сразу добавляю мне нравится первый слой на те же самые глаз как делать таким прям воздушным с водичкой просто вот все вместе цвета перемешать которые как мне кажется там нужны из темных цветов брики я вот так мысленно не мысленно так визуально отпускаю как будто бликов нет только темненькие да то есть где там зеленые где-то там охра где красный вот так вот глазик закрасили давайте посмотрим что еще там можно покраснее чуть-чуть вот здесь основание сделать и может быть тут чуть краснее вот здесь кстати посмотрим может быть потом я думаю просто выделить или не выделить ярче нами пока нет так по референсу смотрю не ярче этот глаз пока оставляем я приду может еще светлых или вот вокруг выделить но пока не будем давайте поставим блик белый я беру прям так на кончик кисти нормально набираю можно чуть водички можно без водички как удобно и поставим сюда яркий блик по бликам я стараюсь чтобы они были все-таки относительно плоские чтобы потом когда работа была готова вся поверхность знаете гладкая гладенькая когда проводишь рукой все такое гладкое вот я такое люблю нормально да с бликом то конечно она сразу хорошо да блики прям класс добавляют нам живости здесь уже там тоже почти подсыхают кусочки давайте поэтому сюда перейдем тут кстати вот этот подойдет тот цвет который мы смешали где зелененький был да где был лимон и и вот этого чуть-чуть золотого я добавила но он такой просто легкий нюанс дает сложности цвета там небольшого какого-то блеска это скорее знаете как развлечения такое принципе это делать не обязательно но и сказать честно то я случайно взяла этот золотой большой я думала что это будет какой-то бежевый но теперь видите теперь я использую его да так смотрится нормально такими опять же точками пятнышками я стараюсь повторять рисунок который у нас есть на радужке с левой стороны тут у меня еще подсыхает поэтому то что я сейчас добавляю идет перемешку с слоем который еще не высох иногда это плюс потому что вы можете здесь сделать эффект как у масляных красок вполне если вы успеваете работать достаточно быстро либо контролируете вот эту вот влажность предыдущего слоя то вы можете цвета перемешивать между собой и не получается как знаете иногда такой очень плоский рисунок акрилом когда там видно что всего там знаю 9 цветов на всей работе что вы это просто закрасили получается прям живопись живопись и не отличимо от масла потому что есть мягкие переходы но те же самые переходы они не обязательно достигаются за счет того что вы перемешиваете с влажным слоем предыдущим это можно еще делать с помощью тоненького нанесения когда слои у вас жиденькие такие полупрозрачные цвета соответственно там объединяются получаются какие-то промежуточные оттенки и поэтому кажется что все такое живое многогранный там смотрите на кусок и там много-много оттенков и не кажется каким-то скучным плоским сам рисунок чуть-чуть еще давайте возьмем вот этого яркого лимонного и пойдем вот сюда где наши яркие участки по сути это у меня один и тот же цвет просто я его постепенно добавляю добавляю где-то наслаиваю за счет этого там цвет получается поярче где-то оставляю уже как есть если там вот достаточно на цвета так уже поярче до глазик становится сюда можно тоже еще высыхает у меня вот этот красненький слой сюда добавлю а потом нам нужно не забыть будет с вами сделать видите такую прожилку коричневую которая идет у глазика чтобы она добавила нам натуральности белый белый возьмем с лимоном очень яркий цвет сейчас должен получиться чуть добавляю туда водички плане густоты стараюсь чтобы такая густая густая сметана была по консистенции чтобы с одной стороны у меня цвет был заметен тот который я добавляю да а с другой стороны чтобы краска была пластичная и мне вот даже при работе с такой маленькой кистью мне хватило это на достаточно большой кусок чтобы я не просто одну точку поставила да у меня краска закончилась и все в этом плане можно конечно сказать да что пригодятся кисти которые с резервуаром сейчас я найду которые я вам показывала кстати у меня вообще такая умершая надо еще будет такой взять ведь здесь акрил забился все то есть она засохла она уже только на какие-то на большие участки идет это кисти для акварели считаются они не синтетически это они нейлоновые но по сути то же самое просто тонкие волоски очень нежные поэтому получается такая пушистенькая шерсть если шерсть ими рисовать сюда водичку добавляете то есть вот это все откручиваете и добавляется вода но я так рисовала с водой но бывает что вода выходит вообще не в нужный момент и не получается как-то контролировать всю работу поэтому те кисти для меня они хороши в плане именно самого ворса который такой мягкий но можно попробовать поэтому разные варианты тоже могут быть смотря это кто как рисует еще немножечко сейчас такого лимонного и потом мы сделаем небольшую хитрость я сейчас делаю как бы осветление за счет тона скажем так потому что цвет не совсем тот мне нужно чуть-чуть свет желтея он высохнет и мы сделаем легкую лессировку наверх можем примерно сейчас показать где будет блик где-то здесь потом его светленьким добавим тут кстати пока у нас такой неплохой светлый цвет можем чуть-чуть пройтись по контуру глазика именно вот на участок шерсти чуть чуть-чуть где-то подсветить если есть такая необходимость давайте возьмем яркий бы такой ярко желтенький охру светлую и добавим вот там где желтого мне яркого не хватает прям вот чередуя на светлые участки не везде там вот немножко чтобы она попадала будет более солнечный свет у нас казаться чуть-чуть вот сюда на красный участок то есть где-то прямо затепляю поверх и у меня светлый который предыдущий мы сделали он остается и добавляется просто нюанс этого желтого оттеночка поверх так сюда можно еще чуть-чуть и желтого высохнет мы сделаем более четкой вот этого змейку прожилку которая там идет так давайте еще смотреть чего нам не хватает тоже бы такой вот контур снизу тоненькую линию можно сделать прям вот довольно жидко чтобы у меня тонкая линия получилось набираю светло-желтый лимонный с белым точнее и сделаем вот такой вот контур посмотрим докуда он у нас идет где-то вот до сюда тут чуть-чуть темный уберем где его много вот так вот все это соединим так вроде бы хорошо я подумаю сюда может быть еще немножко такой яркости я думаю может быть даже какой-то зеленый добавить наверно не будем мне кажется будет вот этого лимонного тут нам достаточно опять потемнело за окошко но вроде бы хорошо должно все быть видно так еще чуть-чуть чтобы по насыщеннее было прямо чисто лимонный беру так вот немножко добавляю чтобы больше было этого светлого оттеночка в принципе где-то вот так с водичкой у меня объединяться светлые цвета желтенький вот такой вот охру возьмем папку еще вот сюда у глазика можно уже сделать прожилку там уже чуть-чуть все подсохло сделаем как она там идет примерно вот эта прожилочка капельку сюда красного потому что тут где-то его я закрасила и теперь давайте возьмем белый тут синюю подложку делать не будем там не видно синий хорошо виден на черном когда на черном зрачке у вас блик или вот здесь как в тени в данном случае тут у нас блик находится на светлом участке поэтому он просто белый будет смотрим примерно по форме пятнышка которые там добавляем здесь важно будет прям вот ярким его сделать тут он может быть даже чуть гуще потому что он на светлом фоне и он должен быть заметен и можно немножечко хитрости бликов вот сюда на светло-желтый на некоторые участки чтобы еще круглее была форма глазика нам вот капельку и чуть-чуть еще можно даже подчеркнуть бликов легких таких добавить вокруг папа у нас беленький яркий кстати блик вот здесь на относительно яркий в уголке и чуть-чуть объема на светлый участок у внутреннего уголка глазика потому что там нужно побелее нам вытянуть этот кусок глаз это не только вот то что внутри находится до темного контура это также и шерсть вокруг это тоже тоже глаз и обязательно чтобы здесь все было правильно чтобы был объемчик тогда у нас все красиво будет выделяться принципе те цвета которые мы использовали в глазике они могут и там чуть-чуть на переходить куда-то на другие области это белого конечно добавлю в принципе нужно будет еще потом пожелтее здесь у меня довольно яркий рефлексик я его в принципе уже добавила с вот таким красно-оранжевым вот это сиены жены с белым зачем кстати а вот этот выдавил просто про кампус потому что вам говорила и вот захотелось но ничего я его дальше уже ниже по добавляю что касается носика на него тоже можно добавить несколько бриков рефлексик с нижней стороны ноздри идет и вот такой вот светящийся контур справа вот эти контуры как раз нам помогут сделать глазик объемном и его выделить тут есть какой-то светлый кусочек поэтому кончик носа тоже очень важно находится рядышком с нами он такой близкий вот вся центральная часть имеет большое значение больше чем вот все то что остальное поэтому с нужно прям внимательно работать ну что давайте будем тогда финализировать нашу работу на сегодня вот такой кусочек процесса работы над портретом я вам показала мы сделали с вами глазки чуть-чуть нос проработали шерсть я надеюсь что вы что-то полезное интересное для себя узнали поделитесь обязательно в комментариях вашим мнением что думаете как вам идея курса по акрилу вообще дам что вы думаете по этому поводу ну а готовую работу когда я доделал вы сможете посмотреть в социальных сетях когда я выложу всего кота когда его дорисую надеюсь что скоро надеюсь что сегодня мне было очень приятно записывать для вас это видео стараюсь делать это чаще надеюсь что так оно и будет и поэтому увидимся с вами в следующем видео пока друзья